Бокер Тов! Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш второй урок в понедельной главе Торы Гдашим. И здесь заповедь Пеа. Мы не можем убирать весь урожай дочиста. Мы должны обязательно оставить край поля в стране Израиля несобранным. Тора не уточняет сколько это Пеа, сколько мы должны оставить для бедняков, для пришельцев. Не выясняет. Но мудрецы постановили, что это не меньше чем 1,6 часть урожая. Мы ее не убираем, чтобы эти люди пришли и взяли себе для еды. Перешельц в данном случае это Герц, человек, который стал евреем. Но мудрецы постановили, что любой человек может зайти и взять. И не только нельзя дожинать, и нельзя подбирать урожай. То, что уже упало, то остается в поле. И тоже для того, чтобы люди, которые не имеют доходов, могли прийти и взять. Что касается виноградника, то если у нас есть виноград красивый, мы его собираем. А тот виноград, который в грозе некрасивый, допустим, по несколько ягод на веточке, он товарного вида не имеет, тоже все оставляем. То, что упало, мы оставляем. И то, что имеет некрасивый вид, тоже оставляем для бедных. Дочисто не убираем. И если мы так поступаем, то тогда наша душа будет радоваться. Потому что мы сделали очень хорошее дело перед Всевышним. Мы заботимся о бедняках, о пришельцах. И это очень угодно Всевышнему. И за это Всевышний нас благословляет. И написано, что так, как мы отмеряем другим людям, так будет и нам отмерено. То есть наше отношение к людям нуждающимся, такое же должно быть, как Всевышнего к нам. И мы должны беспрепятственно отдавать беднякам эту ПИА. Так, чтобы он спокойно пришел и взял. Без никаких вопросов, что можно сказать, что он уже что-то сделает или что-нибудь. Нет, пришел и отдал. И все еще зависит от размера поля и от количества бедных. Мы должны смотреть, сколько мы можем дать. Если бедных у нас много, то естественно мы должны стараться и оставлять это ПИА большего размера. То есть все зависит от того, чем мы обладаем. И Всевышний это нам учтет. Потому что он хочет, чтобы его народ был таким, как написано в Торе. Что святы будьте, ибо свят я. Это глава Кдашим. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем всего самого лучшего. До следующих встреч.